лето продолжает радовать новыми релизами тут вам и криминальные боевики комедийные драмы и еще много всего интересного ну а новыми могут быть не только фильмы но и профессия в айти сфере что если бы тебе предложили получить знания в сфере айти с оплатой обучения после стопроцентного трудоустройства по специальности с минимальной зарплатой от 100 тысяч рублей именно такое предложение тебе делает ката академии которые уже более пяти лет обучает специалистов по модели айсэй с оплатой после трудоустройства главная цель ката академии реальное трудоустройство выпускников войти компанию в москве или санкт-петербурге на позицию джуниор или мидал ката гарантирует договором минимальную зарплату выпускникам по курсу java разработки 100 тысяч рублей а в 2023 году 82 процента выпускников этого курса устроились на работу с зарплатой выше 150 тысяч рублей как работает модель айсэй или вин вин модель первое студент без каких-либо взносов проходит вступительные испытания и поступает на курс второе проходит подготовку по выбранной специальности под контролем наставников после каждого блока у студентов проходит ревью знаний и кода в конце теоретической части учащихся ждет командный проект который позволит получить боевой опыт работы именно так будущие выпускники будут работать после трудоустройства 3 устраивается на работу по специальности и только после этого начинает платить за пройденное обучение четвертое если студент не нашел работу по специальности то он ничего не платит 5 если студент не справляется с программой не укладывается в дедлайны то он будет отчислен и в этом случае студент тоже ничего не платит Переходи по ссылке в описании и получи более подробную информацию о курсе Java-разработчик от Ката Академии. Тайлер Рейк «Операция по спасению 2» Продолжение одноименного криминального боевика 2020 года с Крисом Хемсфордом в главной роли. Постановщик трюков Сэм Харгрейф создал прямолинейный и незамысловатый, но зрелищный блокбастер про оперативника, спасающего сына индийского наркобарона. Долгожданный сиквел обещает все то же самое, но в увеличенных масштабах. Вновь сюжет о спасении, но в этот раз придется выручать из беды целую семью. Экшена будет еще больше и, к примеру, зрителя ждет 20-минутный эпизод, снятый длинным дублем. Не изменился разве что Крис Хемсфорд, который в продолжении будет таким же крутым, как и в первой части. И вполне возможно, что не за горами новости о третьем фильме франшизы. Все страхи Бо зарисовками. А детские кошмары и психологические травмы героя то и дело оживают. И сказать однозначно, что происходит, попросту невозможно. Кажется, именно трудности с трактовкой разделили аудиторию сюрреалистической трагикомедии. Для одних это интуитивно понятный шедевр. Для других – набор технически впечатляющих, но нелепых эпизодов. Даже если истина где-то посередине, все равно стоит порадоваться существованию неоднозначного и потенциально культового фильма. Уикенд с батей В этом году Роберт Де Ниро появится не только в новом эпосе Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», но и в уже типичной для своей поздней фильмографии сомнительной комедии. В этот раз в роли хамоватого и эксцентричного мигранта-парикмахера, которого сын зовет на выходные на роскошную виллу родителей будущей жены. Уикенд с батей – скандальное кино, которое за что только не раскритиковали в США. Под удар попали заезженный сюжет, пошлые шутки и неуклюжий социальный комментарий о культурном и классовом столкновениях. И все же легко понять тех, кто не откажется от просмотра беззаботной и трогательной комедии о том, что не стоит стыдиться родственников. Ведь компанию «Де Ниро» составили Ким Кэтрол и Дэвид Раш из «Наследника». Это идеальный вариант для тех, кто соскучился по старым добрым тестостероновым боевикам. «Беглец» – еще одно кино о спасении в фильмографии актера. В этот раз спасение ждет сам герой Баттлера, где его персонаж, сотрудник ЦРУ, оказывается раскрытый во время работы в поле. Лучшие наемники мира охотятся на агента, который должен как можно скорее сбежать из Афганистана. Для этого ему придется проехать через всю страну и добраться до южного города Кандагар. Постановщиком картины стал Рик Роман Во. Автор Гренландии, фильма «Катастрофы» об экологическом кризисе и все с тем же Джерадом Баттлером в главной роли. «Король неба» Китайская экшн-драма от режиссера Люся Оши. Это неплохая добавка для тех, кому не хватило приключений Тома Круза, гоняющего высокомерных салаг. По сюжету, отряду летчиков-испытателей под четким руководством опытных наставников приказано освоить новейшие истребители. Фильм посвящен изнурительным тренировкам будущих пилотов, которые должны научиться даже в экстремальных условиях действовать быстро и взвешенно. С каждым новым днем испытания становятся труднее, а дружба летчиков-испытателей проходит одну проверку за другой. И с каждым новым полетом и очередным опасным заданием они бросают вызов небу и самим себе. Супер Алиби 2 Продолжение французской комедии с Филиппом Ла Шо и его несменной командой. В этот раз, после знакомства с Флоу, Грег изменился и даже закрыл свое агентство по созданию Алиби. Но когда герой решил сделать своей девушке предложение, то возник вопрос о знакомстве с его родителями. Отцом-аферистом и матерью-актрисой. Понимая, что такая семейка не понравится его возлюбленной, герой решает вспомнить свое супер-алиби и найти себе фальшивых родителей. Но в итоге с такой задумкой все выходит из-под контроля, превращая обычную свадьбу в настоящий ураган безумия. Это комедия, где много смешных моментов, внезапного и местами пошлого юмора. Однако все это воспринимается с огромным позитивом. Мэгги Муры Это комедийно-криминальный триллер, вдохновленный реальными событиями. Действие фильма происходит в сонном городке в штате Нью-Мексико, где никогда ничего не происходило. Но внезапно городок потрясает убийство двух женщин с одинаковыми именами Мэгги Мур. Шеф полиции погружается в запутанное расследование, пробираясь сквозь мужей-изменников, одинокие сердца и подозрительных соседей. Несмотря на детективную завязку, это скорее комедия о том, как провинция притягивает самых эксцентричных и странных людей на свете. Нечто похожее мы недавно видели в близком по духу сериале «Детектив под кайфом». Иллюзия побега Датский интригующий психологический триллер о попытке сбежать от городской суеты. Речь пойдет о молодой супружеской паре, которая вместе с маленьким сыном решает переехать из столицы в необитаемый лес. Чтобы спасти брак и провести эксперимент по самоизоляции вдали от цивилизации. Одинокие прогулки по умиротворенным местам оборачиваются необъяснимым чувством паранойи. Героям кажется, что на другом берегу озера живут не просто другие люди, а их двойники. Иллюзия побега – скромная, разыгранная всего лишь на троих актеров кино. Которая удачно скрещивает напряженный хоррор о вторжении и метафизическую драму о нарциссизме и увядающих отношениях. Парень с того света Фильм представляет собой британскую зомби-комедию о не самой обычной семье. Проект расскажет про юношу, который страдает от одиночества после смерти матери. Устав общаться с одним лишь телевизором, парень решает где-то откопать себе друга. Что он и делает на местном кладбище. Дабы не мелочиться, он откапывает себе еще несколько трупов. А на следующее утро обнаруживает, что все они ожили. И теперь у него есть новая, пусть и немного разлагающаяся семья. Которая поможет подростку стать увереннее в себе. Несмотря на смелую завязку, парень с того света довольно безобидное кино в стиле хоррор-комедии 80-х. Которая разве что променяла черный юмор на чересчур вторичную и сентиментальную историю. Кухня со звездами Сюжет фильма основан на реальной истории французского кондитера и предпринимателя Езида Ичемрахена. Проект поведает историю о успешном французском кондитере и бизнесмене. Который открыл люксовые заведения не только во Франции, но и по всему миру. С 14 лет он учился кондитерскому мастерству у титулованных мастеров. Выигрывал чемпионаты мира и шаг за шагом реализовывал свою мечту стать первоклассным кондитером. Но впереди у него главная цель – выиграть мировое первенство среди лучших шефов и получить заветные три звезды для своего ресторана. Несмотря на всю иллюзорную простоту, фильм стоит посмотреть каждому любителю европейских независимых драм. Власть огня Французский драматический триллер об отце и сыне, которые пытаются спастись от разбушевавшейся стихии. Однажды вспыхнувший лесной пожар застает врасплох сотню людей, оказавшихся в плену бушующей стихии. Когда помощи ждать нет, куда каждый пытается выжить любыми средствами. Но ветер усиливается и все вокруг покрывается едким дымом. Посреди этого планомерного ужаса отец и сын предпринимают отчаянную попытку спастись. Поначалу фильм немного проседает, но затем сюжет начинает стремительно развиваться и захватывает атмосферой таинственности и леденящего ужаса. Это были новые фильмы, которые уже вышли в хорошем качестве. И если вам понравилось это видео, тогда не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и нажимать на колокольчик. И всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok